2025 год. После перехода на эфир 3.0 за одну монету криптовалютного серебра дают 25 тысяч долларов. RTX 5030 окупается за полгода, а Vega 13 и Intel HD Graphics считаются игровыми решениями, ведь они отлично тянут сталкер. Нет, не только вышедшую вторую часть в него играют облачные консольщики. Классику. Тени Чернобыля. Страшно? А ведь такое будущее может стать реальным. Биткоин снова торгуется дороже 40 тысяч долларов, эфир и не думает дешеветь, а Ravencoin за пару недель утроил свою цену. Конечно, вы можете сказать, что текущее повышение может быстро прекратиться, однако есть несколько предпосылок к тому, что высокие курсы криптовалют с нами навсегда. Как и видеокарты по двойной цене. Вы наверняка знаете, а возможно и пользуетесь девайсами компании HyperX. Теперь этот бренд принадлежит THP и специализируется на выпуске периферии. Производство памяти продолжится под брендом Kingston Fury под высоким уровнем контроля и уже в конце года стартует выпуск DDR5. При этом Kingston не забывает создавать новые модули памяти DDR4 и не недавно появилась линейка Fury Renegade для оверклокеров с частотами аж до 5333 МГц и низкими задержками. Для геймеров анонсирована линейка Kingston Fury Beast, которая способна разгоняться свыше 3700 МГц за пару кликов благодаря поддержке XMP профилей. Не будет проблем у новой памяти и с процессорами Ryzen, что очень нужны интегрированные графики. Переходи по ссылке в описании, узнай больше, получи скидку в 10% и шанс выиграть один из трех комплектов ОЗУ. Итак, давайте перенесемся на год назад, в сентябрь 2020 года. Nvidia только что представила свои инновационные RTX 3000, которые ощутимо обгоняют решения предыдущих поколений. Однако всем желающим купить видеокарты не получается. Они попадают на полки магазинов в единичных количествах, а устроенная Nvidia распродажа через Алиэкспресс завершается за секунды. Разумеется, таким стартом продаж геймеры недовольны, на что глава Nvidia Джейсен Хуанг отвечает, что дефицит честно-честно закончится ближе к концу года, и на Рождество любой геймер сможет купить себе новенькую RTX 3080 за рекомендованный прайс в 64 тысячи рублей. Но вот наступает октябрь, за ним ноябрь. Поступившая в продажу RTX 3070 также улетает за секунды, а цены на видеокарты и не думают падать. Их предлагают с наценкой в 20-30%. Хотя, глядя на современные цены, я бы сказал, что переплата всего 20-30%. Аналогично проваливается и старт продаж новых видеокарт AMD линейки RX 6000. Некоторые крупные европейские магазины получили их в количестве всего пару десятков штук, хотя один из топ-менеджеров компании публично объявил, что провала как у Nvidia не будет. И с тех пор началась гонка обещаний. Сначала конец дефицита пророчили к началу 2021 года. Потом, когда начался второй бум майнинга, стали говорить о середине года. Теперь все чаще представители компаний и крупные новостные сайты сообщают, что вот точно все смогут купить себе видеокарты к концу года. А что мы видим на самом деле? Летняя просадка курса биткоин с 60 до 30 тысяч долларов и удержание его на этом уровне в течение месяца, конечно, повлекло за собой снижение остальных майнерских криптовалют. Это действительно вылилось в падение стоимости видеокарт. Однако рекомендованных цен мы и близко не увидели, особенно в странах СНГ. Самые дешевые RTX 3060 даже с ограничителем майнинга продаются дороже 50 тысяч рублей, то есть почти вдвое выше рекомендованного ценника. Свою лепту внесло и правительство Китая, полностью запретив майнинг в стране. Казалось бы, это должно серьезно пошатнуть ряды криптокопателей, большая часть которых проживает в Поднебесной. Но нет. Крупные пулы быстро сориентировались и перебрались в другие страны с дешевым электричеством, такие как Канада и Казахстан. А домашние майнеры быстро распродали свои в хлам замученные видеокарты по рекомендованным ценам, как минимум выйдя в ноль, а на деле неплохо заработав. С учетом того, что курсы криптовалют снова стали расти, а с полок магазинов вновь начали пропадать видеокарты, надежда на рекомендованные цены к концу года развеиваются как сизый дым, на котором они работают. Так что ждем к концу осени новых клятвенных обещаний, что дефицит точно-точно закончится в начале 2022 года. В эпоху бума майнинга крупнейший производитель видеокарт находится в щекотливом положении. С одной стороны, удовлетворить спросы со стороны криптокопателей и со стороны геймеров по NVIDIA не получается. Для этого нужно в кратчайшие сроки в разы нарастить производство GPU, и не факт, что майнеры не скупят их подчистую. С другой стороны, чисто экономической стороны, компании без разницы, куда в итоге попадут видеокарты с ее чипами, в риге для майнинга или в ПК для игр. Однако все же маркетологи NVIDIA не дураки и отлично понимают, что бум майнинга может рано или поздно закончиться, а геймеры останутся с ними навсегда, поэтому портить отношения с последними не стоит. Как итог, в начале весны мы увидели RTX 3060 со встроенным ограничителем майнинга, и первый блин оказался комом, так как ограничивал он только добычу эфира, да и то недолго. Обходные пути были найдены буквально через неделю, а в дальнейшем NVIDIA сама случайно слила драйвер, который вообще убирал ограничения. Второй блин компания испекла в начале июня, когда в продажу поступили RTX 3080 и 3070 Ti. Защиту от майнинга Ethereum на них обойти не удалось до сих пор. Получается, что, NVIDIA победила? Едва ли. Ravencoin, Conflux, Ergo и еще некоторые криптовалюты, которые на этих видеокартах добываются без ограничений. Да, они менее выгодны и более горячие, чем эфир, но все равно, даже при покупке новой видеокарты, они окупают ее всего за год-полтора, а то и меньше. Это же касается и остальных LHR видеокарт, то есть RTX 3060, 3060 Ti, 3070 и 3080. Да, вторая ревизия с новым чипом и новыми драйверами также не позволяет выгодно добывать на них эфир, но никто не мешает копать другой альткоин без ограничений, а значит майнерам эти видеокарты все еще интересны. Все это заставляет задать NVIDIA один неудобный вопрос. Неужели инженеры компании не знали, что эфир не является единственной криптовалютой, которую можно добывать на видеокартах? Почему майнинг остальных монеток так и остается полноценным? А что если компания сделала ограничитель просто для отвода глаз, чтобы показать, что формально она на стороне геймеров? Об этом же намекают видеокарты линейки CMP. Ее NVIDIA официально анонсировала для майнеров. Дескать, это решение, где нет никаких ограничителей на шахтерство, но при этом нет видеовыходов, да и гарантия всего 3-6 месяцев. Когда вы в последний раз о них слышали? И я о том же. Майнерам такие видеокарты абсолютно не нужны. За полгода они не успевают отбиться, а отсутствие видеовыходов ставит крест на их продажи геймерам в будущем. Вот и получается, что на деле NVIDIA не интересует судьбы игроков. Им важны только деньги. Но разумеется, напрямую компания этого не показывает. Впрочем, AMD в этом плане ничуть не лучше. Красные вообще открыто заявили, что никаких ограничений ставить не будут и их видеокарты во всех задачах будут показывать 100% уровень производительности. А ведь всего 10 лет назад криптовалюты воспринимали как просто интересную штуку, тратя десяток тысяч биткоин за пару пиц к ужину. Несколько лет назад, во время великого первого бума майнинга, криптовалюты считали скамом или пирамидой, где первые вошедшие делают деньги из воздуха, а остальные в лучшем случае остаются при своих. Но теперь, когда мы живем во время второго бума майнинга, все поменялось. Да, многие, глядя на волатильность криптовалют, продолжают считать их скамом. Однако при этом виртуальные монетки начала признавать платежная система Visa. Tesla и вовсе предлагает купить за них автомобиль, и даже холдинг AMC, владеющий крупнейшей в мире сетью кинотеатров, к концу года позволит купить билет и попкорн за биткоин. Все это говорит о том, что многие крупные компании увидели в криптовалютах будущее и стали их поддерживать. Да что там компании? Даже целые страны. Сальвадор теперь считает биткоин легальным платежным средством в стране. Пускай это самая маленькая страна в Центральной Америке с самой высокой плотностью населения в 6,5 миллионов человек, но на минуточку. Именно там жили майя. В любом случае, все это оказывает виртуальным монеткам ощутимую поддержку. Иными словами, все меньшему числу влиятельных людей хочется, чтобы биткоин опустился обратно к нескольким тысячам долларов. Раз криптовалюты падать не будут, получается и майнинг никуда не денется. Всегда найдется монетка, которую выгодно копать. И после этого кто-то еще верит, что дефицит видеокарт закончится к концу года? Многие геймеры уже махнули рукой на текущие видеокарты Nvidia Ampere. Да, линейка RTX 3000 получилась интересной, но все равно мало кто согласен переплачивать за такие видеокарты вдвое. Кто-то уже решил себе купить консоль, кто-то перешел на облачный гейминг, а многие из тех, у кого уже есть неплохие видеокарты, решили подождать новых линеек Nvidia и AMD. И первые слухи, казалось бы, оптимистичны. Нам обещают, что решения RTX 4000 и RX 7000 будут ощутимо быстрее текущих видеокарт. Правда, частично этого добьются увеличением тепловыделения таких карточек до мощности неплохих блоков питания. Но все еще прирост производительности в полтора, то и два раза того стоит. Правда, эти же слухи говорят, что GPU для будущих решений Nvidia будет также производить только Samsung по своему 5-нанометровому техпроцессу. Память будет использоваться стандарта GDDR6X, и это большая проблема. Почему? Да потому что и Samsung, и единственный производитель такой видеопамяти Micron и повинны в текущем дефиците RTX 3000. Посудите сами. Производить память стандарта GDDR6 умеют все крупные вендоры Samsung, Micron и Hynix. Как итог, довести тут дело до дефицита сложнее, чем в случае с GDDR6X, который умеет делать только Micron, и который нужно очень много, по 24 1-гигабайтных чипа для RTX 3090. С учетом того, что едва ли будущая RTX 4090 будет довольствоваться 10 гигабайтами памяти, нагрузка на Micron будет еще выше. С видеочипами аналогично. Текущие RTX 3000 производятся силами Samsung по 8-нанометровому техпроцессу, который есть только у них. Иными словами, судьба всех текущих видеокарт Nvidia зависит от одного производителя, который ожидаемо не справится с наплывом майнеров. С учетом того, что будущий 5-нанометровый техпроцесс будет еще сложнее в освоении, едва ли ситуация с доступностью GPU станет лучше. Но может у AMD дела обстоят веселей? Не совсем. С одной стороны, компания использует обычную память GDDR6, с доступностью которой все лучше. Но с другой стороны, GPU для Radeon производит известный чипмейкер TSMC, который производит процессоры для AMD, для Apple, да и вообще является крупнейшим контрактным производителем чипов. Поэтому он тоже завален заказами и не успевает их выполнять. Так что, если вы ждете, что будущая RTX 4060 или RX 7600 будут широко доступны, увы, к этому нет предпосылок. А с учетом того, что за год майнинг не исчезнет, дефицит будущих новинок может быть еще глобальнее, чем мы видим сейчас. 4 августа. Дата, которая была помечена красным в календаре любого знающего майнера. Все дело в том, что в этот день был официально запущен форк сети Ethereum под названием London, одно из нововведений которого снижение доходов майнеров. Именно так создатель сети Виталий Бутерин хочет вывести ее из пучины гринда денег в свободную распределительную платежную систему. И его ждал провал. Собственно, как и геймеров, которые надеялись на чудо и рост окупаемости видеокарт до нескольких лет. Все дело в том, что в ответ на теоретическое падение прибыли, курс Ethereum резко вырос до 3000 долларов. И тем самым копатели криптовалютного серебра стали получать даже больше денег, чем до 4 августа. Все это очень хорошо показывает, что будущий переход на Ethereum 2.0, который вообще должен поставить крест на майнинге, скорее всего просто не сработает. Майнеры уже сильнее создателя сети. И к слову, Виталик это хорошо понимает и пока не торопится обнародовать точную дату перехода на вторую версию эфира. Он вполне справедливо боится, что в итоге просто получится никому не нужный Ethereum 2.0 и новый классический эфир. Нам продолжают обещать, что дефицит вот-вот закончится уже почти год. А на деле ввоз и ныне там. Nvidia и AMD вообще без разницы, кому продавать видеокарты. Им важны красивые цифры в финансовых отчетах. Будущие видеокарты все так же будут использовать дефицитные комплектующие. Но и под конец криптовалюты все глубже заходят в нашу жизнь. Чем это грозит нам, обычным компьютерщикам? Игровые ПК станут котироваться как иномарки и будут доступны не всем. Кто-то сдастся и перейдет на консоли, на которых пока еще нельзя майнить. Единственной доступной графикой станут интегрированные в процессоры решения, которых будет хватать для запуска популярных онлайн игр. Для геймеров настанут тяжелые времена. Очень кстати, компания Valve решила выпустить свою портативную консоль Steam Deck. Посудите сами, майнерам она не интересна от слова совсем, а вот геймерам вполне. С учетом HD-экрана на 7 дюймах картинка даже на низких настройках графики будет выглядеть неплохо, а встроенная графика на архитектуре RDNA 2 способна потянуть все современные хиты. Также на фоне бума майнинга все большее количество геймеров обращают внимание на игры через облако. Тут тоже все просто. В крупных городах получить скорость в 15-20 мегабит в секунду можно даже по LTE, и этого вполне хватает для стриминга картинки в Full HD. Да, все еще есть шероховатости в виде пинга и временами мыльной картинки, но разумеется в будущем это решится. Кроме того, такой облачный гейминг очень дешев. За стоимость хорошего игрового ПК вы сможете играть лет 10, если не больше. Так что гейминг недалекого будущего может существенно отличаться от того, что мы видим сейчас. Большая часть ПК игроков будут сидеть на интегрированных видеокартах или портативных консолях. Тем, кому нужно что-то больше Dota 2 или CS GO уйдут в облака или на PlayStation с Xbox. Ну а те немногие, кто сможет себе позволить компьютер с топовой видеокартой, по праву будут считаться ПК-боярами. Субтитры создавал DimaTorzok